Айта Цегларик атакует Черепанова на лицевом борту, но защитник Ярославцев не теряет контроля над ситуацией. Бушена Мисюля и двигаются вперед Ярославцы. Мисюль берет на себя, но пробит. Неплохо Иванов так выиграл. И подбросок сразу туда ее. Мисюль так достаточно. Толчинский к шайбу прямо сохраняет, к нему не подобраться. Он вроде невысокого роста, но очень хорошо шайбу корпусом укрывает. Отнять у него сложно. Ну и помимо всего прочего, представляет он такую неуловимую мишень, владея шайбой. Постоянно меняет направление своего движения и прочитать Толчинский. Вбрасывание в зоне Ярославцев. Паре с Грицуком. Паре так сам себе вбрасывание выиграл. Пока контролирует шайбу. Грицук и Брюкен. Партнеры Франсиса Паре. Брюкен в матче со Спартаком открыл свой лицевой счет за авангард. Не впервые по ходу первого периода сумели и на лед его повалить. И шайбу у него отобрать. И во рту организовать. Березкин. Нет. Мисюль. Нет. Демченко перекрывает. Низ шайба. Остается в зоне Черепанов. Расторопно сыграл. Еще один бросок. Снова Демченко в игре. Вот это штурм сейчас у Ярославцев. Но самым опасным, конечно, ухитрился воткнуть этот бросок в течение матча. Рид Буше. Опасным он получиться не мог по определению. Тем не менее, шайба пошла в сторону ворот омской команды. Рафикав. Если что-то случится, она нам обязательно сообщит. Полунин. Бросок. Видит все Демченко. Шайбу в ловушке не удержал. Но, тем не менее, надежно контролировал ситуацию. В данном эпизоде Полунин. Появился Коршков. Но его партнеры по первому периоду уже покатили на смену. Красковский, по крайней мере, поменялся. Полунин еще здесь. Здесь Мисюль. Мисюль там на стену доехал. Его, по крайней мере, продолжают они. И сейчас очень опасно было. Перед воротами Красковский мог подправить. Но я к тому, что тут уже уместно говорить не только Оливер. Где твой бросок? А так обращаться по имени к каждому игроку авангарда. За исключением разве что Василия Демченко. Ножечко не прочитали партнеры действия своего центрального нападающего. Сменяется тройка локомотива. Локомотива снова Красковский с Коршковым. Здорово Демченко сыграл. И Коршков так все правильно делал. Но Демченко клюшку положил и прервал передачу. Ну а Красковский все равно на пятак делает передачу. Отбросить далеко шайбу не удается. Цыглевьянов разбирается. Телегин. Так уже вроде и воткнул максимальную передачу. Но Березкин. Здорово Телегин корпусом закрыл шайбу и выиграл ее. И Мисюли к ней просто-напросто не пустил. Цыгларик. Не слишком удобная передача для... Зарядился меняться. Толчинский продрался буквально на позицию для броска. Рядом со штангой шайба проползла. Рикошет не выключается, а мячи Шевченко за...